Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Мы с вами на библейском портале экзегет. Меня зовут Дмитрий Юрьевич Добыкин. И мы с вами сегодня дочитываем третью книгу Маковеев. Седьмая глава. В шестой главе рассказывается о том, как Бог спас евреев от неминуемой гибели. Евреи свободны, они празднуют, и царь отпускает их по домам и отправляет послание к всем городским начальникам. И вот седьмая глава начинается как раз с текста этого послания. Царь Птоломеев Филопатор, начальниками египетским, всем поставленным в должностях радоваться и здравствовать. Ну, начало послания очень похоже на все античные послания. То есть, царь представляется, говорит о том, кому он пишет, и их приветствует. Точно так же было составлено послание, которое приводится в более ранних главах, где говорилось о гонениях на евреев. В данном случае, конечно, все наоборот. «Здравствуйте и мы, и дети наших, ибо великий Бог благоспособствующий нам в делах по нашему желанию». Здесь, что интересно, царь говорит о себе и о своих детях. Но к тому времени детей у него еще не было. Возможно, он имеет в виду своих подчиненных. Но это мы можем только гадать. «Некоторые из друзей наших по злоумышлению своему часто представляли нам и убеждали нас собрать всех иудеев, находящихся в царстве, и замучить необычайными казнями, как изменников, присокупляя, что доколе не будет этого сделанное дело нашего царства, никто никогда не будет благоустроен и по ненависти, которые питают они ко всем народам». Здесь воспроизводится тот слух или то мнение, которое было среди язычников о том, что иудеи, и евреи являются такими врагами всех людей. И обратите внимание, что в этой главе или в этом послании царь перекладывает вину на других. То есть это не он решил устроить это гонение. Они его там подтолкнули, ему там нашептали. «Они-то привели их в окох с насилием, как невольников, или лучше, как наветников, и без всякого рассмотрения исследования покушались погубить их, изобретая жестокость и люстейшие даже скифских обычаев». Значит, снова это не царь придумывал. Здесь, что интересно, скифские обычаи в данном случае имеют в виду скифы как варвары. То есть вот есть эллины, они, конечно, казнят, они, конечно, наказывают, но они милостивые, они все поступают по закону и без лишней жестокости. И вот есть скифы, варвары, которые там устраивают всякие безобразия. Ну, конечно, если читать предыдущие главы, конечно, ничего подобного нет. Эллины ведут себя так же, как и все остальные люди. Они кормят слонов ладаном, поют их вином, чтобы натравить на евреев. «Мы строго воспретили это, и по боговолению, которое питаем ко всем людям, то час даровали им жизнь. А когда узнали, что небесный Бог есть верный покров иудеев, и все всегда защищают их, как отец сынов, еще же приняв во внимание известное их доброжелательство к нам и предкам нашим, мы справедливо освободили их от всякого обвинения в чем-то ни было». Ну, вообще-то, не царь решил это сделать. Бог послал своих двух ангелов, которые напугали эллинов. И царь понял, что у него ничего не получится. «И приказав всем и каждому возвратиться в свои дома, так, чтобы нигде никто ни в чем не оскорблял их, не укорял в том, что произошло без их вины». «Знаете, что если мы предпринем против них что-либо злое или вообще оскорбимых, то будем иметь против себя не человека, но владычественно от всякой власти Всевышнего Бога, Мстителя за дела наши во всем и всегда неизбежно. Будьте здравы». Ну, здесь, конечно, царь практически выступает как почитатель истинного Бога. Он признает его власть и понимает, что евреи – божий народ. То есть, послание имеет такую противоположность тому посланию, которому писал раньше. «Получив это послание, иудеи не спешили тотчас отправиться, но просили царя, чтобы те из рода иудейского, которые самовольно остались святого Бога и закон Божий, получили через них должное наказание, превысокупляя, что приступившие ради чрева постановления божественных никогда не будут иметь добрых расположений и к проявлению царя». Значит, вот тут, конечно, мы можем напрячься. Почему? Потому что евреи требуют передать им, дать им в руки возможность наказать тех, кто отступил. Ну, здесь приступивших ради чрева имеется в виду ради плоти, то есть, ради спасения, ради спасения своей жизни. То есть, они выступают мстителями. И здесь, естественно, такое напряжение, как так можно. Ну, люди свободно выбрали отступить от Бога. Значит, давайте вспомним, что это еще Ветхий Завет. В Ветхом Завете Господь дал такое постановление, что те, кто отступит от Завета из евреев, они должны быть наказаны, наказаны самими евреями. И то, что они наказывают таких вероотступников, тех, кто впадает в язычество, это есть праведность. То есть, вот это праведный поступок. То есть, нет постановления, что евреи должны истреблять были всех язычников. Нет, только тех, кто стал язычников из иудеев. Конечно, сейчас этого закона нету. Мы живем уже в Новом Завете. Но наказание тех людей, которые верили в Бога, которые были крещены, вступили в Новый Завет с Богом, а потом от него отступили, оно все равно есть. И это наказание уже совершает, не совершают не люди, а сам Господь. Но здесь еще Ветхий Завет. Аргумент такой, что эти люди будут все равно изменниками. Если они изменили один раз, они изменят еще раз. Царь нашел, что они говорят правду, одобрил их и дал им полномочия на все, чтобы они, приступивши к закону Божию, истребляя всяком месте царства, не беспрепятственны без особого позволения или надзора царя. Тогда, возблагодарив его, как надлежало священники, все народное множество воспели Аллилуйя и радостно отправились. Не потому, что евреи там такие кровожадные, но потому, что Бог повелевает истреблять отступников. Всякого соплеменника, из-за сквернившегося, которого встречали ему пути, они наказали, убивали, в пример, другим. В тот же день они умертили более 300 мужей и торжествовали с веселью, умиршляя нечистых. Кстати, цифра-то не очень-то большая, хотя, конечно, кто-то скажет, ну, там, 300. Все равно это 300 человек. Да, но если считать, что в Египте жило около миллиона евреев, то мы можем говорить, конечно, о такой верности еврейского народа своему Богу, что среди этого миллиона нашлось всего 300 человек. Сами же, прибыв с Богом до смерти и получив полную радость спасения, поднялись из города, увенчанные всякими болгуханными цветами, с весельным восклицанием и хвалами, и благоозвучные песни благодаря Богу Отцов Вечного Спасителя Израилева. Что здесь интересно, увенчанные всякими болгуханными цветами, это гирлянды. То есть, их вели в Александрию с веревками на шее, возвращаются они с гирляндами на шее. Придя в Томилаи, в Толемаиду, называемое по своему свойству место Родофоромна, розоносное, и которые по-общему их уговор ожидали, их корабли, семь дней. Значит, куда они пришли, вот эта Толемаида, которая там розоносная, это вопрос. Локализация предлагается различная, потому что вот этот город, вот это название носили несколько городов, там предполагают, где это было, но все равно это остается под вопросом, о котором спорят. Они учредили там пирши со спасения, бы царь щедро снабила всем, что потребно было каждому до прибытия в свой дом. Так как они достигли сюда в мире с приличным благодарением, то и здесь также становились весело праздновать эти дни во время пребывания своего. Отчасти напоминает установление праздника Пурим, который был за несколько веков до этого, но это чисто египетский праздник. Осетив эти дни и твердив свой обет постановлением столба на месте пиршества, они отправились далее суши и морем и рекою каждое свое жилище, невредимые, свободные, в полной радости, охраняемые царским повелением. Тогда-то приобрели они больше, нежели прежде силу и славу, и сделали страшным для врагов, ни от кого нисколько не притесняемые своим владением. Описание, похожее на то, что было после спасения евреев в персидском царстве, которое описывается в книге Исфирь. И все получили свое поописи так, что кто имел что-либо у себя, с величайшим страхом давали им, ибо величайшее благодеяние явил им величайший Бог на спасение их. Что здесь? Когда царь сдал свой указ об истреблении евреев, то евреев хватали, переписывали их имущество, и это имущество передавали там врагам евреев, плюс те, которые прятали евреев, либо евреи пытались как-то избежать гибели, то доносчики получали имущество того, на кого они доносили. Ну и последняя фраза этой книги «Богословен спаситель Израиля на вечные времена. Аминь». Словословие. Возможно, это словословие являлось частью литургии, во время которой читали эту книгу. Поэтому понятно, почему здесь эта молитва. Вот третья книга Маковеев рассказывает об эпизоде, о котором больше нигде нет упоминаний, кроме этой книги. И чему эта книга учит? Если уповать на Бога, Бог обязательно защитит. Как когда-то он защищал евреев в истории, в истории Исхода, в истории Синахириба, в истории Иона, в истории Даниила, в истории Трех отраков. Так он защитил и евреев сейчас. Вот. Это третья книга Маковеев. Мы ее прочитали. Спасибо за внимание. Мы с вами были на библейском портале Экзегет. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин. Спасибо за внимание. До новых встреч. До новых встреч.